Психодислептики штука серьезная. Это может быть и примитивный оксибутират натрия, и что-то гораздо более серьезное, и целый коктейль из разных веществ. Так, чтобы было как можно сложнее опознать, создать как можно больше трудностей найти в анализах этот препарат. И, в общем, все произошло после одной чашки черного чая в Венской кофейне в аэропорту Омска. Прошу не считать это рекламой. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Алексей Навальный до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, и он находится в состоянии комы. Сейчас соратники Алексея Навального обсуждают вопрос о его перевозе в Европу, о перемещении его в Европу, куда-нибудь в клинику, где они смогут доверять врачам полностью, и все такое. Кремль уже отреагировал на случившийся пресс-секретарь Путина, или кто там за него, Дмитрий Песков, заявил, что они отслеживают события, и что готовы оказать помощь в перемещении Алексея Навального в Европу, несмотря на условия закрытых границ, в случае чего. Пока медики в открытую не озвучивают слово «отравление», но я, друзья мои, убежден, что, конечно, речь идет об отравлении. Ну, здоровый мужик Алексей Навальный, ничего не скажешь, почти не пьющий, если и выпивающий, то немного и ни разу не замеченный в скандалах и дебошах. Внезапно в самолете ему стало плохо, вскоре после взлета, после перегрузки, вещество подействовало достаточно быстро. Вот, ему стало плохо, он, по словам Киры Ярмыш, попросил салфетку, у него выступило испарина, то есть резкое изменение давления артериального, повышение температуры тела, его накрыло волной отравления. Он попросил говорить с ним, чтобы сосредоточиться на звуке человеческого голоса. Ну, нейродислептики, да, такая штука тяжелая. Вот, ну, наверняка у него были галлюцинации и все такое, потом он потерял сознание быстро. То есть тут речь идет не о клубных наркотиках или о клубных наркотиках, но в такой дозе, что, ну, человек в здравом уме принимать это не будет. Вот, Алексей Навальный, безусловно, человек адекватный. Ирония судьбы, знаете, в чем? В том, что тот самый Дмитрий Песков, который сейчас выразил обеспокоенность, в общем, один из последних роликов, если не последний, самого Навального, связан именно с его сыном. Из российской элиты в английскую тюрьму. Про сына Дмитрия Пескова. Вот, ну, кто его знает, совпадение. Вообще они такие юмористы, эти кровожадные упыри. С ума сойти можно. Как от нейродислептика. Что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите мой труд, потому что мне, на самом деле, ваша поддержка нужна. Подумываю, может переместиться куда-нибудь в другой город, кто его знает. Да и потом надо на людей посмотреть и себя показать. Вот. Если вы занимаетесь оппозиционной деятельностью, старайтесь не пить, не есть в незнакомых местах, а тем более в знакомых. Вот, потому что в знакомых-то вас точно просчитают, что-то что-нибудь подсыплют. Действуйте непредсказуемо. Вот. Носите еду с собой. И напитки тоже. Наши упыри обожают отравлять. Просто вот хлебом не корми, дай кого-нибудь травануть. Вот, друзья. Такие вот дела. Конечно, я искренне сочувствую Алексею Навальному. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи просто так не будут подключать к АВЛу, потому что это означает пассивное состояние легких. Вот. Это значит, что вот это вещество, которым его отрыванули, долбануло его по дыхательному центру. Вот. И у него наступило угнетение дыхания. Вот. Соответственно, можно много выводов сделать о происхождении вещества. Вот этот вот безумный юноша из Средней Азии не дает покоя, ходит за мной. Я в другой двор ушел. Вот он пилит ветки. Причем часто здоровые ветки, хорошие пилит. Вот. Ну, сейчас я к нему подойду. Сейчас вот только закончу этот ролик. Вот. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддерживайте мой труд. Если будет у вас такое желание, данные вы найдете в описании к этому ролику. Что ж. Безусловно, хочу сказать, что вот это покушение, я считаю, это покушение на Алексея Навального не может не вызывать обеспокоенности. Не за свою шкуру я там трясусь, я вообще не трясусь. Просто омерзительно, что стали прибегать к таким методам. И на постановку, честно скажу, похоже не очень. Ну, такое серьезное отравление, потому что ИВЛ применяется, кома зафиксирована. И, в общем, не знаю, не знаю, не знаю. Если это постановка, то такая изощренная, которая одновременно должна показать, что вот и на твою жизнь нам плевать. Ну, ладно. В общем, желаю Алексею Навальному выкарабкаться, выздороветь и прийти в себя. А людям, которые это увидят, должно стать очевидным то, где мы живем. И в чем мы живем, и во что мы с вами оказались вляпаны. Не по своей воле. Доброго дня, друзья. Помогай нам всем. Бог, до свидания.